За границей Солнечной системы В получили данные, посланные 2 из-за пределов гелиосферы. 6 ноября 2019 года, полночь 16 Валерия Маслова ученые получили и расшифровали данные, посланные аппаратом 2 после того, как он покинул пределы гелиосферы год назад. По словам специалистов, полученная информация подтверждает существование границы между областью солнечного ветра и межзвездным пространством, а также помогает понять, что она из себя представляет. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства. NASA получила и расшифровала первые данные, отправленные с аппарата Voyager 2 после того, как он достиг межзвездного пространства. Об этом сообщили в самом управлении. Как отмечается, аппарат, покинув гелиосферу, область вокруг Солнца, вошел в межзвездное пространство, которое наполнено частицами и магнитными полями, созданными звездой. Это произошло еще 5 ноября 2018 года. Но данные, которые Voyager 2 направил с приборов на Землю, пришли и были расшифрованы учеными только сейчас. Сигналу пришлось преодолеть расстояние примерно в 18 миллиардах километров. Космический аппарат NASA передал ученым данные с 5 приборов, датчика магнитного поля, 2 приборов для обнаружения энергетических частиц и 2, для изучения плазмы. Подробный отчет был опубликован в издании. По данным с каждого прибора была написана отдельная статья. Совокупность этих результатов помогает нарисовать картину этой космической прибрежной полосы, где заканчивается окружающая среда Солнца и начинается огромный океан межзвездного пространства, сообщается на официальном сайте. NASA Исследование близнецов Voyager 2 – это уже второй космический аппарат, которому удалось выйти за пределы Солнечной системы. Его предшественник, Voyager 1, был запущен на 16 дней позже, 5 сентября 1977 года, однако летел по более короткому маршруту, а потому первым покинул гелиосферу. Сейчас он находится на расстоянии 22 миллиарда километров от Солнца, а его брат – 18,2 миллиарда километров. То, что Voyager 2 подтвердил данные Voyager 1 – о существовании некой границы между областью солнечного ветра и межзвездным газом, очень важно, заявил он. Таким образом, теперь предположения ученых о том, что между Солнечной системой и межзвездным газом есть линия разграничения, подтвердились. Солнце окружено пространством, наполненным плазмой солнечного ветра, которое движется относительно звезды со сверхзвуковой скоростью и защищает все, что находится внутри сферы – от большей части космических лучей, частиц, разогненных взрывами звезд. По словам Эйс Монта, данные из двух аппаратов также подтверждают теории эволюции как Солнечной системы, так и всей Вселенной. Сверждальные полеты. Вояджа-2 является единственным аппаратом, которому удалось достичь Урана и Нептуна. Для столь дальнего перелета ученые сконструировали специальную систему энергообеспечения. Так как изначально аппарат предназначался для работы на большом удалении от Солнца, использование солнечных батарей было невозможно. На Вояджа-2 были установлены три радиоизотопных термоэлектрических генераторов, использующих Плутоний-238 в виде окиси. Также по теме. Межзвездный странник, зонд Вояджа-2 покинул пределы Солнечной системы через 41-й год после запуска зонд Вояджа-2, запущенный 20 августа 1977 года, покинул пределы Солнечной системы. Об этом специалисты НАСА объявили на ежегодном. Период полураспада этого элемента составляет 87,7 года. По мере распада, миссия продолжается уже более 40 лет, и деградация термопар, которые преобразуют энергию в электричество, мощность генераторов падает. Чтобы сэкономить энергию, в июне этого года специалисты НАСА приняли решение отключить отопление одной из систем, детектора космических лучей. В результате температура упала до минус 59 градусов Цельсия. При этом запланированный нижний предел равнялся минус 45 градусов Цельсия. Но ученые заверяют, что система по-прежнему работает и передает данные на Землю. По оценкам специалистов, примерно через 9 лет космический аппарат исчерпает запас топлива и не сможет больше передавать сигналы на Землю. Сейчас же миссия Voyager 2 продолжается. По данным НАСА, каждый гортон в среднем отдаляется от Земли на 466 миллионов километров.